так друзья ну первый мой сюжет знаете как обычно я когда снимала этот сюжет я прямо от восторга аж подпрыгивала какая красота что я могу вам это показать но вот как-то странно получается что когда я в таком диком восторге то мои зрители не разделяют моих восторгов они вообще не понимают чему я тут так радуюсь ну ладно ну показала очередной яхт-клуб ну ладно очередной пап показала ну подумаешь но вот боюсь что сейчас опять выйдет то же самое поэтому не буду я особенно тут радоваться и подпрыгивать просто сейчас покажу вам яхт-клуб давайте посмотрим а потом вы скажете ваше мнение об этом это старый яхт-клуб городе севью очень старый красивый здесь в англии есть много клубов по интересам да как вы знаете и вот очень-очень популярные яхт-клубы и прогулочные клубы и англичане всегда очень активно их посещают гуляю не всегда знаю что получится снять для вас друзья обычно у меня все экспромтом да вот вы знаете и вот кстати вот этот вот яхт-клуб впереди сейчас я вам его покажу со всех сторон и самое то интересное то что мне удалось туда зайти это тоже впервые за много-много лет я была тут на веранде когда-то со своими друзьями здесь летом бывает открыто а вот там внутри да еще на рождество нет никогда мне не удавалось а вот сейчас лаки мы с вами лаки лаки вери лаки и сейчас я вам покажу как выглядит этот клуб внутри вот я говорила вам севью яхт-клуб основан 1893 году при входе старинная карта острова уайт вообще здесь только вход для членов клуба но я видите зашла постараюсь вам показать как можно больше то что смогу ну и тут же конечно вы услышали вот это вот вышла женщина менеджер затупотела спросила что я хочу я сразу стала просить ее пожалуйста они могли бы вы мне показать вот какие-то ваши красивые помещения где собираются ваши члены клуба я сама не член клуба но я бы хотела узнать я бы хотела посмотреть и вы знаете она сначала вроде бы так довольно серьезно говорит нет мы только для членов клуба открытый здесь вообще не положено находиться людям которые просто с улицы зашли но тем не менее я все ее просила и просила и она вы знаете разрешила я почему и рада то что я вам и сказала в начале я в здесь впервые я внутри этого клуба так вот я могу сказать здесь как мне пояснила менеджер две тысячи членов клуба в том числе среди известных членов клуба золотой медалист олимпийских игр сэр бен эйнсли кавалер ордена британской империи и они очень очень счастливы и всем об этом конечно же говорят но вот представляете две тысячи членов клуба и ведь членство в этих престижных клубах она не просто так там надо платить большие деньги за членство ну и может быть кто-то помнит я вам рассказывала что мой муж покойный рентон он состоял тоже в одном из клубов английских пробос клуб клуб пенсионеров и они их всего там было 50 человек и огромная очередь ждала там по пять по десять лет чтобы попасть в этот клуб как здесь обстоят дела я не знаю но тем не менее конечно же интересно все это очень у клуба кстати есть свой сайт где вы можете кому интересно найти больше информации и об этом почитать а я вот нашла вам старинную фотографию севью и отель я к сожалению вы знаете ничего здесь не смогла вообще узнать на этой фотографии да ну и там на сайте тоже можно найти обширная программа для членов клуба постоянно какие-то обеды проводятся ну и также конечно же здесь проводятся гонки яхт и чем еще знаменит именно севью это дизайном своих лодок которые называются русалки мэр мэйд и вот в настоящее время их здесь по моему 14 штук этих лодок дизайном этих лодок очень гордится клуб и вы знаете вот как мала англия потому что может быть кто-то помнит вот этого вот джентльмена это саймон и я вам рассказывала о нем и то что он делает лодки сам и вот как раз он мне рассказывал очень много об этом клубе и о том что он выполнял заказы для этого клуба и по моему даже что-то рассказывал об этих лодках русалках что он тоже помогал их делать ну вот так друзья неожиданно да вы знаете меня тут тоже некоторые упрекают что я только о мужчинах рассказываю а я обожаю рассказывать о истории англии и показывать вам вот такие вот старинные английские бабы церкви или вот клубы как этот ну здорово же правда как жаль что мало просмотров а это вот я вам показываю их санди ланч это воскресный обед но это только я вам показываю чтобы вы посмотрели цены а это же доступно только лишь членам этого клуба друзья неожиданно мы посетили клуб отель анкор он вам показывала тоже раньше сегодня он полупустой здесь посмотрите люди живут вот хейвард коттедж внизу очень странное такое жилище входная дверь едва заметная и наверху такая же история даже неизвестно где лучше жить на верху или внизу карабкаться по такой лестнице она железная бывает скользкая очень очень опасно но наверное знаете стоит того если там прекрасный вид на океан а вот это у нас такие пляжные домики которые здесь летом всегда заполнены людьми а вот сейчас видите закрыты они на зиму и теперь до весны практически все прибрежные домики стоят здесь закрытыми до весны уж не знаю если там нет отопления наверное там тоже сырость и черная плесень это бич и даже несмотря на это все равно этот дом который здесь на берегу океана он очень стоит дорого вот такой вот маленький видите вид у него покоцанный ему нужен уже ремонт я так думаю хотя не знаю как там внутри конечно еще раз повторяю но вот стоит он где-то порядка четырехсот четырехсот пятидесяти тысяч фунтов стерлинга вот еще один домик вам показываю здесь рядом да показываю так долго видите где это солнце к сожалению в объектив но уж что есть то есть здесь конечно же за стеной тоже домики видите но мне уже вам их не показать потому что высокая стена здесь глухая и выход у них на улицу туда на центральную еще один закрытый дом на зиму еще один красивый дом закрытый здесь даже лодка у людей на приколе это еще не полная вода как вы видите вода еще будет прибывать обычно когда здесь полная вода то ходить здесь конечно же не стоит вы вернетесь абсолютно мокрым ну а сейчас люди гуляют кстати кто-то у меня спрашивал про скандинавские палки ходят ли англичане со скандинавскими палками вот первого я увидела наверное впервые я увидела мужчину но судя по всему он даже не англичанин а он какой-то финн по разговору кстати это именно то место где я собираю вот такие вот ракушки это гребешок посмотрите да очень симпатичный именно зимой вот здесь на камнях после отлива можно найти много таких гребешков иногда знаете прям много приносит прилив волны забрасывают даже сюда на пирс эти гребешки а иногда вот вообще по нулям как сейчас кстати вон они два гребешка сейчас спущусь подниму ой-ой прям прям красивый обожаю такие розовенькие да смотрите там красивые вот еще один целые целые симпатичные ура ура нам повезло с вами сейчас опять придет вода да вот так показала вам как сложно бывает найти красивую ракушку и сколько нужно здесь про прогуляться по берегу нашего пролива и те кто видел мои поделки из ракушек зеркала и рамы очень даже красиво иногда выходит я даже знаете наслаждаясь когда я делаю все это и я рада вам это показать кто не видел посмотрите видео вверху вот и конечно же это называется хендмейк и это по идее должно стоить дорого потому что затрачивается огромное количество времени и труда и вот к кстати мой друг новый он был в начале ноября в японии по работе и он мне присылал оттуда много видео и много привез интересных вещей и даже я вам шорт видео выкладывала там хиросиму он снимал с окна своего отеля после 78 лет как выглядит этот город ну и потом они были там в знаменитом музее и делают кимоно и оказалось что кимоно вышивают и вышивают нет не только женщина вот и мужчина какой-то очень известный знаменитый японский вышивальщик кимоно и кимоно кстати носят не только женщины но и мужчины также так вот этот известнейший вышивальщик кимоно мужчина не знаю его имени можете найти погуглить есть его музеи в японии и даже по моему несколько музеев кимоно очень красивых и тоже вот эта ручная работа показана как он все это вышивал меленькими стежочками стежок за стежком бывало что одно кимоно он вышивал несколько лет ну и сейчас музей назван его именем конечно же все восхищаются которые там посетители которые посещают этот музей красота неописуемая и кто был в японии наверняка слышали и посещали тоже этот музей кимоно еще знаменитый музей музей самураев также но вот у них не хватило времени чтобы посетить музей самураев к сожалению но я так думаю что просто посетить японию это это мечта многих людей самый самый восточный город токио восточная страна страна восходящего солнца да так вот что рассказывал мне мой друг он в восторге от этих японцев от их культуры от их быта от их жизни какие они внимательные какие они вежливые какие они заботливые вот этот вот азиатский колорит там присутствует во всем и он говорит что настолько чисто везде представляете что даже англичанин который привык к чистоте в своей стране это говорил что там просто все вылизано там нет безработных ну вот очень конечно его все это вдохновило но сказал он конечно что жить бы он там не хотел но вот так иногда посетить восхититься всей этой красотой чистотой и приветливостью людей их доброжелательностью он советует всем а вот там посмотрите это краболовка видите краболовка скорее всего она поломанная просто принесло ее сюда водой ну вот такая сегодня у меня с вами прогулка друзья вдоль берега океана давно мы с вами так долго не гуляли я конечно получила огромное удовольствие прогулявшись здесь ну и надеюсь что вам тоже понравилось все это видеть и понравилось может быть мой какой-то рассказ оставил у вас впечатление тоже пожалуйста пишите ваши отзывы что вы думаете обо всем этом ну а на сегодня у меня для вас все друзья всем удачи всем здоровья всем позитива пожалуйста берегите себя в это трудное время всем пока пока